Алло, алло! Здравствуйте, Игнатий! Это я вам сейчас звонила. Я рада вас видеть. Живого, здорового! Вы в самом городе Тюмени живете? Да, в самом. Мы там были, хорошо знаем. У нас там были родственники. Батюшка там был, служил. Мой брат родной, он протоиерей. Здорово. А вы в какой храм ходите или к кому? Да, я хожу в храм. Сейчас храм Утолимая Печали в Тюмени. Он находится недалеко от меня. И я хожу как прихожанка. Несколько лет назад выпекала просфоры. А еще, ну а сейчас благоукрашаю храм праздником. А вы священника такого знаете, отца Михаила Курочкина? У него брат епископ. Не знаете, он в Ишиме брат его. Брат его Евсейхий Курочкин. Ну ладно, не знаете. Так, я вас слушаю, говорите. Вот, я уже вам в двух словах сказала, что у меня один человек, мой хороший давний знакомый, попал в такую тяжелую жизненную ситуацию. Он совсем потерялся, раздавлен, да. Вот, он много лет, он поет на клироссе. Ну, в общем, не важно, да, вот. Это важно. Это очень даже, это очень важно. Вот эта жизненная ситуация, это ничего не говорит. Одна жизненная ситуация такая. На него упало бревно. Другой он разбил голову. Третий сидел в заключении, вышел и не может устроиться. Это все ситуация. Нужно конкретно знать, о чем я, чтобы понимал. Говорите конкретно. Игнатий, миленький, ну вот вы понимаете, во-первых, это, ну, как бы сказать, не мою. Вот сейчас это моя, моя инициатива, да, позвонить вам. Да. Правда? Правда. То, что человек мне сказал, я думаю, вдруг это, ну, я как-то не могу рассказать все это, ну, на публику, да. Ситуация, на самом деле, тяжелая. Ну, вот в двух словах скажу, да. Он сейчас, на сегодняшний день, он остался вообще просто без квартиры, да. И, ну, и человек, поскольку верующий, он закончил семинарию. Я тоже не знаю, насколько... Как его звать, как его звать, фамилия его, имя? Ээээ... Ээээ... Это Петров, Петров, ээээ... Аркадий Петров. Нет, я его не знаю. То есть вы меня как-то сразу выбили из галии. Я просто рад. Там у вас был диакон, хорошо мне известный, Бордин, отец Сергий. бурдин у него отец бурдин бурдин сергий отец у него был благощины красноярского края сейчас хитом и монах какой-то в греции я кое-кого там знаю в тюмени я честно сказать никогда особо не интересовалась я жила своей обыкновенной жизнью вот как бы сказать но пассивно помогаю в храмах особой особо никогда ни с кем не общаюсь я какое-то время работала в кафедральном нашем соборе тоже в просфор не помогала женщина так об этом аркадий говорите что что вы хотите услышать услышать его состояние какое как он без квартиры остался то почему я честно сказать особо особо тоже сильно не знаю потому что он стараюсь последнее время не вникать вот во все ситуации но дело в том что он когда-то взял кредит большой да и ну там что-то произошло с фирмой и человек полностью просто потерял все да ну отдав там за долги и он ну вот буквально мы вчера с ним разговаривали я сейчас ему пытаюсь помочь каким-то образом да но по крайней мере вот предложила пожить у меня какое-то время но я при этом отдаю себе отчет что ну то есть у него там еще духовные какие-то да то есть он хочет служить богу вот так скажем он это выражает вот таким вот образом то есть он хочет поехать монастырь и служить богу я просто знаю положение вещей в монастырях я иногда бываю и поэтому думаю что насколько это вообще реальность надо тут не все понятно я я буду о себе спрашивать а вы как узнали обо мне откуда игнатия я узнала о вас совсем недавно я честно сказать узнала о вас в тот момент когда кураев дьякон кураев вот это вот поднял этот вопрос я в этот момент была ездила в ермолинский монастырь ермолинскую пустыню в иваново вот и там как-то плохо было было со связью вы представляете вообще удивительно у меня был как раз новый телефон и единственное единственное сообщение которое пришло вообще из космоса да как бы приперлась из яндекса да это было что дьякон кураев волен из мда причем я никаких никогда в телефоне буквально его перед поездка купила и вот и как я была там приехала оттуда на крещение перед крещением своим поскольку там у меня не было информации да я особо никогда и вверх телевизора у меня в доме тоже нет вот единственное это вот так новый мир это вот компьютер да который я иногда смотрю вот я тогда знаете как-то случайно вообще я так сильно переживала потому что я кураеву очень хорошо отношусь я его прямо ну я считаю что человек этот такой миссионер также как как наш профессор осипов то есть они для меня в общем так где-то я понимала что происходит и одним словом я в контакте там вышла на группу дьякона кураева и в какой-то момент была ссылка на вашу на вас на вашу группу по моему вот там было видео вот о чаплине да вот это длинное о его комментариях его выступлению чаплина вот и я тогда помню поздно ночью посмотрела и тогда я вас впервые увидела и вы меня настолько по духу потому что вы бесстрашно просто сказали все что вообще что происходит это было настолько меня это все поразило и я вот так вот тихонечко смотрела какие-то вещи и вот я очень счастлива что вы просто есть потому что для меня это такая духовная вот поддержка потому что порой бывает что ты видишь ситуация ситуация она бесконтрольна да это понимаешь что ты сделать с этим ничего не может а очень тяжело на самом деле а вы знаете а вы знаете почему вашей душе то что я говорил разбирал выступление по чаплина все вода против андрея кураева почему ваше сердце откликнулась на это значит вы ищите правды то дело такое что у меня нет никакого образования так я объясню сейчас произошло что-то произошло подождите а что я скажу если бы я отвечал как все вы бы не обратили внимание а меня для всех не хватает я смотрю во свете библии как библия смотрит потому что по святой библии по евангелию бог будет судить нас на страшном суде связь прервалась неполадки в интернете неполадки в интернете тут еще нет значит по стране там в рамка выскакивала неполадки в интернете ну вот видишь она из семени и сейчас нужно все рассказать рассказать прокура его сразу и об ее положение и об этом человеке возможно помочь или нет потому что видишь он взял долг а взял они но я если у вас никак не будет я попытаюсь сама на вас выходить сейчас да 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 давайте перезапускайте и тут потому потому что тут вопросы нам нужно разобрать и акураева и о вас и об этом каркаде я вам отвечу на все вопросы пожалуйста давайте переключайтесь ждать давайте я жду до вообще вырубился такого как никогда не было значит если понимать что кое-то по космосу а духа газ где-то князя мира господствующая в воздухе ну все считают где ад внизу под землей а слово божье говорит что он вверху он господств в воздухе и поэтому вот эти разные не по большие неполадки когда что-то начинается духовно у меня было то не один раз если просто я смотрю где-то ну про украину ни разу сбоя не было ну интересуется но если только глубокий какой-то вопрос переживание нужна помощь внезапно одна поломка другая третья тут это не один раз если бы один раз а то я анализирую какой момент такое было что в это время неладное было может плохое нет очень важно необходимое сразу для нескольких человек и поэтому он эту связь свободно может перерубить я не утверждаю но ну так надо думать князя мира который господствует в воздухе он господствует там и он говорит который потерял свое жилище апостол об этом говорят поэтому рассматривать надо не только как обыкновенная поломка я к сажал картошку и копала лопата сломалась это один вопрос я ел ложка переломилась и банка лопова марина федорович почему-то надо двух открылась сразу слава богу все открылось но вы как прервется сразу еще попытайтесь я сейчас объяснял вам потом это мы вам покажем у нас запись идет вы не волнуетесь я честно что вы записывали вы потом зайдете на наш форме зарядите так форум игнатий лапин или youtube youtube открытым оком запишите как искать меня запишите youtube я выходила туда открытым оком во свете библии четыре слова запишите открытым оком во свете библии вы сразу выйдете на нас на первые ролики и то что сами разговаривает это уже сегодня будет стоять в эфире я поэтому вот этот перерыв который я рассматриваю более глубоко что может дьявол перерубает связь он князя мира господствующий в воздухе тут важно он все это может делать наводит смуту такую так вот вы откликнулись на это и близко приняли потому что в вашем сердце отклик есть что то такое что вам нужна правда я не семинарист не академист у меня нет духовного образования но я все время об этом молюсь господи дай мне понять тебя и слышать голос духа святого что бог говорит значит находит вас отклик тут не в грамоте дело то а в том что отклик духовное у человека должно быть два вопроса решенные в жизни первое родиться свыше кто не родиться свыше не может увидеть даже сарсия боже даже мытарство не пройдет это 3 глава евангелия и второе это римлянам 8 9 вы записывайте себе быстренько римлянам 8 глава 9 стих римлянам 8 2 и точно 9 кто духа христова не имеет тот и не его в этом наша задача о чем серафим саровский говорит стяжание духа святого если этого нет все напрасно ты можешь ходить причащаться и с причастием во рту и в ад пойти надо слышать голос духа святого куда тебе господь призывает не голосом слышать а внутренне давид говорит однажды сказал бог и дважды слышал я это дважды один раз звук прозвучал а другое мое сердце откликнулась и сказала говори владыка как пророк михей вот я кое-что вас прошу вы живете одна я живу со своей дочерью со своим внуком я пятый год уже вдова поэтому мужчина вашем доме нежелателен это крайне опасно я знаю об этом я вам говорил это сделать нужно сегодня не завтра предупредите скажите мы разговаривали это я для вас говорю вы запишите я не буду ответить запишите да коли вы не замужем мужчина вашем доме не должен быть не просто у вас муж там 5 10 замужем венчаны законный муж он не должен у вас быть какой бы он хороший не был вы его знать не знаете если бы вы давно знали там он был старик какой то там тогда можете взять и ухаживать за ним это другое второе вот он где взял до долги то где то зачем он брал долги взаимодавец делается должником взаимодавца это прище соломона должником из под него говорит смотри чтоб постель не вытащили вот это и случилось когда мы потеряю деревню начали основать мы вели в правило никогда не брать никаких кредитов я должен переморщиться один год сделать мы начали лопатой копать землю а теперь трактора машины все есть в долг нигде ни копейки не брали у меня долгов вот нету я жизнь прожил долгов вообще не было я буду на одну копейку же побегу на вокзал ночью кому-то помогу заработаю там с крыши снег полезу скидывать а этот человек сам себе это нашел хотел хватануть и дальше что-то сделать он должен сам разобраться это ему не поможет из-за него сегодня платил он завтра другое вот на это идут на эту провокации люди которые самостоятельно не жили или освобожденные откуда-то мы строим православные у нас определенные принципы да может быть только приехать кто докажет что у него 5 качеств первое что он никогда не лжет он должен доказать и мы поверили даже не пьет спиртой не курит не матерится не ворует вот пять и потом принимает одиноких совершенно не принимают они не могут прижить он ничего там не сделает это ногу как на голой кочке только молодые и с детьми верующие православные этих качеств еще дополнительно к тем надо но ты решай и своими силами чтобы можно было построиться там помощи никакой не может быть только помочь крышу шифер там положить все на этом каждый сам себя обеспечивает у нас это не коммуна никакая все ходят в церковь кажется сколько хорошо работал у тебя много вот один у нас староста у него 180 гектар земли 180 гектар у него кажется 5 тракторов а приехал у нее ничего нет один ребенок жена сейчас мы открыли школу государственная школа она как завуч она наша школа от сельской там сельсовет где как филиал этой школы надо девяти классов у него дочка она закончена заканчивать сейчас медицинский университет здесь у нас дочь сын учится в другом университете а третий с ними дома вот то есть мы своими силами все делаем то мы начали так трудно было получить статус его получили теперь официально на карту занесено поселок потеряевка православное поселение где все верующие первым делом что нам нужно начали чтобы было где молиться храм первую зиму у батюшки престол был на подоконнике шторку сделал а литургия там шла антимин все был он протеере он служил в тобольске много это тюменская ваша же там и в тюмени в омске служил он вот значит человеком я вам сказал больше напоминать не буду вы можете найти тысячи каких-то отговорок защищать его в этом во всем будет лукавый участвовать отговорок никаких не должно быть он не должен быть и все на этом а а я на вокзал пойдет пусть на вокзале будет он сам это за заработал я не больше не ходатайствуйте через эту жалость женскую многие пали это не годится просто будь серьезный если вас находится участок души где вы слышите по совести рассуждает или нет а у кураева я сначала ответил как было я узнал ко мне приезжал сюда у меня тридцать восемь книг вышли из печати 38 книг и он приезжал за книгами он обо мне отзывается кажется ни о ком так самый знаменитый миссионер россии настоящего времени я так о себе не думаю это он на аудиторию там где-то выносил и все это записано показывается выдающийся там и таким себя не считаю я просто живу благодарю бога мы много миссионерствуем вот прошлом году мы проехали 15 государств государств 6 мусульманских республик я везде в каждом районе там дарю свои книги от тюмени у вас библиотеки мои книги библиотеки 38 книг вы можете зайти библиотеку национально главная ваша библиотека краевая и спросить книги лапкин у вас есть и мне потом скажете вот хорошо вы можете смотреть там к истину православия книги большие каждая книга 750 страниц это не просто книжки маленькие толкование полной нового завета святых отцов с комментариями с откровением вместе толкования это не наше толкование по всем святым отцам православной церкви с первого века этот отец геннадий фаст сделал он моем доме обратился немец минонит баптистский руководитель он был преподавателем в университете потом обратился в томске был в моем доме он обратился покаялся и теперь он батюшка протоиерей в абакане хакасии московской патриархии вот этот который кришнеид убил голову то отрезал отец григория романахта это тоже моем доме он обратился это новые люди совершенно были поэтому интернет тоже надо использовать для благовестия нынче у нас большое предстоит если только все будет благополучно мы выезжаем отсюда 27 мая дальше мы заходим в грецию через украину эту бунту еще надо пройти нам румыния болгария через грецию выходим на италию францию испания португалия дальше идем возвращаемся новая виза открыт даже вот через неделю в англию шотландию возвращаемся центр по германии берем где все эти люксембург и швейцарии и уходим через здание на скандинавию это там финляндия швеция норвегия и потом там же люди ждут собираются священники и везде в каждом государстве мы дарим полный комплект книг это это господь нас на это поставил дальше переплываем и финский залив и начинаем по прибалтике литва латвия эстония а потом мы уходим на север до самого мурманска хотим пройти еще мы должны посетить примерно 120 городов и сел в этом году успеем или нет нас три человека и собака то что мы делаем это никто никогда не делал это нельзя сделать за нас и вы просто молитесь и мы своего не ищем мы всех людей призываем в храма московской патриархии мы никуда не зовем больше никуда но самой московской патриархии крайне неблагополучная обстановка я ее никогда не скрываю я не не могу скрывать мои слова должны быть в пророческом духе как бог сказал так я и говорю как исправить как патриарх кирилл об этом говорит надо менять тактику выходить на распутье дорог переформатировать сознание народа менять тактику освещение забил состоит там с кадилом и все мочит ладошкой где-то люди то не крещены крещение это троекратное полное погружение канон 50 апостольское правило вот вы зайдите на наш форум просто зарядите форум игнатия лапкина запишите форум игнатия лапкина и вы там не найдете 1600 тем окрещение о чем угодно более полной темы трудно составить но и зарегистрируйте с русскими буквами свое имя фамилию иначе на нас много роботов латинские буквы модератор могут просто замести и выкинуть там пакости делают ну разные там люди нехорошие но у нас вообще-то тихо бывает и нас сильно хорошие модераторы программисты я-то и в этом деле не участвую они просто меня на руках несут вот тут я вам могу может быть оказать помощь материалами если зайдете на наш сайт это форум а то сайт сайт тоже во свете библии там запишите сайт по-русски зарядите в google или в яндекс сайт во свете библии и вы там найдете звук видео зайдете там 50 книг моим голосом начитан их может скачивать и слушать библию дома картошку чистишь а я у вас на кухне буду считать вам библию всю полностью 12 томов златоуста 12 томов жития святых григория дещенко 4 книги это все насчитано было за что я отбывал срок свое время это господь так делают и вы пришли очень нужное богатое место мы всегда рады новым людям спасибо господи ну в общем ответ на свой вопрос я услышал никаких надежд у него нет надежда у него должна быть только на бога и бог выведет его он должен работать сейчас мы встретили двух в лесу они выкопали подземелье и там жили работали а после этого получили квартиры надо уметь выходить когда шел ермак хабаров это люди мирным путем шли это когда уже начались у них войны это другой вот мы начали здесь крапива с собой привезли лопаты лопаты начали крапиву выкорщевывать а теперь техника работает теперь школа государственная работает и с нуля все держит коров вот у староста у него даже 36 голов кажется другой держит свиней до 100 у батюшка около 100 вещек батюшка не ходит с тарелкой у нас не принято это отдельная община к нам приезжает архиерея московской патриархии и вместе служим и нас ничто не разделяет кроме отношения к делу вы там увидите все хорошо спасибо господи да а если зайдете на видео канал видео канал открытым оком на ю тубе там тысячи семьсот пятьдесят наших роликов наших там все есть и в школе я начальник детского лагеря организатор лагеря детского он очень известный лагеря 41 год наша миссионерская поездка где мы бываем где храма говорю проповедь там все есть видео большие большие ролики господи что вы есть да мы еще что тут выйти там толкование на но в новом завете видео около 100 роликов 90 с чем вот на днях только мы закончили новый материал по житиям святым жития святых во свете библии 83 ролика составлено 83 даже по полчаса взять это это будет 40 с лишним игнатий сейчас задам вопрос пока мы с вами общаемся а то вы потом уже уедете вас так будет не добиться да скажите мне в евангелии написано поступай с людьми так как хочешь чтоб поступили с тобою вот я на протяжении всей своей жизни пыталась это делать сейчас я вижу что наверное это неправильно это рассудительно это рассудительно надо к антонию великому когда подошли одни говорят самое главное это молитва другой год пост третье милостыни как решили не спорить а пойти к нему что самое главное год рассудительность умом сообразить надо и тогда у тебя молитва на место станет и пост и милостыня и и вот что вы сказали да если как хотите чтобы с вами поступали как со мной поступали со мной чтобы поступали всегда так чтобы все это содействовало спасению они потворствую у нас везде очень строгая дисциплина она помогает нам выстоять в этом бушующем мире а вот у меня нет ничего ничего нет будет я в это верю вот мы где проехали нас пугали чечня не ездите мы два раза чечне прошлом году были в азербайджане это другое государство это там проехать нельзя и мы везде все прошли все границы ну шенгенская зона открыта а тут другие правила мы в доме мулы ночевали и там свидетельство какое было боги я ходил в мечеть молился мусульмане они только голову резать нет у них очень хорошие люди вот у нас все одеты по форме вы если на наш зайдете форум или в mail.ru в mail.ru обязательно заведите страничку и игнати лапкин я там один только там две странички одна я с голубем это не надо а просто в шапке вот а могут голубем это контрольная страничка модераторы ведут и мы здесь я вам просто могут легче говорить любой вопрос а чтобы выйти по скайпу вы назначили вот в это время сегодня пятница и выходите через неделю в пятницу просто когда попал у меня нельзя у меня люди отовсюду до южной америки заходит определяю канал какой-то ну я на улице бывает тогда не зайти вот они значит по телефону брякните по телефону не более двух минут разговаривать он вредный он спекает мозги просто надо какие-то принципы знать и знать останавливается вовремя еще вопрос все остальные вопросы как-то из головы ушли я просто очень счастлива вас видит вы мои книги мои книги вы не видали я даже честно сказать боюсь что у меня не будет времени а то что я буду их слушать так как слушаю диакона кураева и осипова то конечно это очень удобно на самом деле когда я занимаюсь на кухне на самом деле на ю тубе тогда можете быть на ю тубе все найдете там все есть а там я насчитываю полностью библию и вы можете главами скачивать и у вас будет на кухне я буду считать вам библию спасибо господи я рада вас видеть спасибо хрисов с богом давайте храни господь во славу божию спасибо господи давай отключайся теперь а я первая да ну все начнете вопросов нет я уже отошел с богом с богом а я и даю слушать игры слышишь еще тут какие звуки то а голуби то шумят это голода воркует вот вот так